Друзья, всем привет! С вами канал Будда Гришна. Мы с вами неоднократно говорили о болезни Валентина Юдашкина. Они с супругой не скрывали заболевание Юдашкина, выкладывали фотографии, и он пришел, надо отдать должное, действительно, мужество этого человека. Мне очень импонирует его порядочность, интеллигентность, такт какой-то врожденный такой, знаете. И он приходил, значит, давал интервью, рассказывал все о том, как он лечился, где. Ну, то есть, абсолютно все, ничего не скрывая, очень спокойно и с очень большим достоинством. Еще раз скажу, это, конечно, вызывает огромное уважение, потому что и люди, никто не лезет, никто и не пытается куда-то, знаете, какие-то слухи или еще что-то распускать относительно заболевания Валентина Юдашкина. Именно потому, что он с очень большим уважением, вы знаете, отнесся и поклонникам его таланта, и просто людям, которым небезразлична его судьба. Сразу скажу тем, кто захочет написать, почему говорим об онкобольных людях знаменитых. На канале очень много роликов об онкологии в целом и о проблемах онкологии в разных регионах, о причинах и о онкологии у совершенно неизвестных людей. Поэтому, если кого интересует, то на канале все это есть. Сегодня я наткнулся на поразившую меня публикацию под названием «Уход тяжелобольного Юдашкина потряс россиян». Скажу честно, прочитав заголовок, безусловно, я не являюсь большим поклонником Юдашкина и так далее. Мне просто вот он, я уважительно к нему отношусь как к человеку, к тому, что он борется с заболеванием и так далее. Но речь идет, знаете о чем? Речь идет о том, что, наверное, для Юдашкина эта речь тоже идет о жизни, потому что это жизнь его домомоды. То, что человек создал с ноля и столько лет управлял этим, наверное, конечно, для него это и есть жизнь, в общем-то. Так вот, Валентин Юдашкин сообщил, что планирует передать все дела своей компании. То есть, видимо, все-таки состояние здоровья Валентина Юдашкина, наверное, как он его оценивает, как он понимает, супруга, наверное, не позволяет ему, что называется, в полной мере осуществлять руководство и какие-то коллекции выпускать и так далее. Я думаю, что это очень правильное решение, учитывая, что он всегда может быть каким-то консультантом и так далее. Учитывая его огромный опыт, знаменитый моделлер уже не первый год борется с онкологическим заболеванием, состояние кутеря периодически ухудшается, хоть сейчас он находится в ремиссии. Значит, общественность давно интересуется, как строится работа в его компании в связи с болезнью. Вы знаете печальный опыт, например, Славы Зайцева, Вячеслава Зайцева. Ну, у него на самом деле финансовые проблемы в доме моды начались гораздо раньше, чем он стал испытывать проблемы со здоровьем. Тем не менее, если бы он, может быть, немного раньше, так скажем, какого-то преемника или помощника определил, то, возможно, эти финансовые проблемы бы и не начались. А так смотреть, например, на его день рождения, на который продавали билеты, с которого спешно ушли Галкин с Пугачевой, где он мог только улыбаться и весьма плохо себя чувствовал, было не совсем, конечно, просто это тактично было, мне кажется, вот человек в таком виде показывать. Хотя потом он был гостем программы, и, по-моему, там, или Малахов, или Борисов сделали программу в надежде опять получить рейтинг. И вроде он там даже говорил, общался, но, тем не менее, было видно, что он, конечно, болен. Значит, многие полагали, что дочь Галина встанет у руля и заменит знаменитого отца. Значит, и вот в программе сегодня вечером, пишет Валентин Абрамович, подтвердил информацию о своем уходе. И, естественно, зрители были просто шокированы, так как продолжают надеяться на выздоровление именитого дизайнера. Здесь с чем еще связано? С тем, что все-таки свое детище человек может передать в каком случае, если понимает, что дела плохи, что называется. Ну, естественно, люди сразу начинают подозревать, что, ну, дела плохи настолько, что связывает это со здоровьем. Не в том смысле, что, может быть, ему нужен больше отдыха, больше он может, я думаю, что он сейчас абсолютно спокойно может посвятить себя отдыху, природе, не знаю, созерцанию прекрасного и так далее. Может быть, он понимает, что осталось ему не столько бы, сколько осталось, если бы он не болел, да, и он хочет провести это время в свое удовольствие. Я думаю, что столько лет работы позволяет ему это сделать. Тем не менее, люди, конечно, шокированы, потому что понимают, что мало ли что может быть в этом смысле, да, почему человек решил передать все именно сейчас. Значит, сейчас Юдашкин ищет себе замену, активно думает, кто мог бы заменить его на таком важном посту. Я хочу, чтобы пришел тот, кто умеет думать, говорит Юдашкин, рисовать, уважать компанию и то, что сделано мной. Ну, безусловно, еще раз говорю, если он это всю жизнь строил, конечно, ему не хочется, чтобы из этого непонятно, что сделали. Значит, недавно Юдашкин отпраздновал свое 58-летие. Все, конечно, пожелали ему в первую очередь здоровья. Недавно еще, кстати говоря, знаменитый модельер переболел этой страшной модной болезнью, как я ее называю сейчас. Ну, в принципе, название любое можно подобрать, самая главная содержательная часть. То есть, вкупе с онкологией это дало осложнение. В СМИ сразу появилась информация, что Юдашкину стало хуже. Значит, однако состояние быстро удалось стабилизировать. Кутюрье даже смог посетить эфир-шоу, значит, Максима Галкина. Друзья, вы знаете, мы с вами говорили неоднократно о Юдашкине. И я желал выздоровления и сил, и борьбы. Потому что, когда борешься с заболеванием, мне это известно, друзья. Что называется, не из книжек, да, или не из статей. Это огромная трата сил и энергии. То есть, так бы ты мог потратить эту энергию, эти силы на что-то в жизни, что называется, да, сделать. А так ты затрачиваешь вот эту огромную энергию, которая расходуется, огромные резервы организма на борьбу с заболеванием. Для того, чтобы делать вещи, ну, что называется, простые, да, которые остальные люди делают вот на автомате, даже не задумываясь. Поэтому я думаю, что, ну, вы знаете, все-таки столько лет работая, конечно, человек пожил и живет очень хорошо. Пожил я имею в виду в достатке, да, в отличие от большинства россиян. Но, тем не менее, сейчас думаю, что, может быть, это правильное решение. Потому что любой человек здравомыслящий понимает, что онкология, она столько лет, когда борешься с ней, на что называется, неизвестно, что будет, да. И провести время с супругой, провести время, возможно, как-то как хочется, наверное, это правильно. Наверное, это правильно. И я думаю, что не стоит так тревожиться и так вот прям активно, я почитал там в комментариях, люди прям ошарашены, что неужели действительно, так сказать. Я думаю, что, вы знаете, все мы смертны. И, конечно, всегда, когда что-то такое слышишь о людях, всегда это вызывает шок, всегда это вызывает оторопь и так далее. Но, тем не менее, здесь, мне кажется, желание самого Валентина Юдашкина в первую очередь, то есть как он хотел бы, чтобы было, хотел бы он там стоять у руля своей компании до последнего вздоха, или он хотел бы провести это время как-то иначе, да. Мне кажется, это касается лично его, и это лично его решение, мое мнение. Я вот сегодня прочитал, что его, получается, внук, сын дочери, да, дочь сказала, что, возможно, он заменит, потому что он любит рисовать и так далее. То есть обычно это передается через поколение. То есть от дедушки к внуку передается какие-то тоже такие вещи. Ну вот такие новости, друзья. Интересно ваше мнение. Я в любом случае желаю выздоровления, желаю долгих лет и рядом с близкими, не только Валентину Юдашкину, а всем людям, которые сейчас болеют любым заболеванием, неважно каким, потому что любое заболевание, любая болезнь дает нам понять только одно. Самое главное – здоровье. И если нет здоровья, ничего остального не нужно, и ничего остального мы уже делать не можем, если нет здоровья. Потому что здоровье – это основа, это фундамент, который позволяет нам жить и двигаться вперед. Поэтому будьте здоровы, берегите себя, особенно в это такое вот страшное непростое время, друзья. С вами был Будда Гришна. Подписывайтесь на канал, на котором мы находимся. Канал резервный Будда Гришна Live. Вместе мы силой считаем, что только таким путем мы можем добиться чего-то или обратить внимание на какую-то проблему. Также присылайте ваши новости в Инстаграм, прямо личными сообщениями. Подписывайтесь на Инстаграм, очень много интересного. Будда Гришна, нижнее подчеркивание, единичка на латинице. И на русском Будда Гришна, три российских флага. Всем пока, друзья. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok